Открываем кейс безопасность и говорим о государственном реестре юридических и физических лиц. Сегодня в выпуске. Насколько бизнес может быть спокоен, что та информация, которая передана Министерству юстиции в базах данных, находится под защитой и к ней не имеют доступа лица, которые могут воспользоваться ею не в правомерных целях. Сейчас эти данные, как мы одна из небольших стран света, яка эти данные открыла. При сговоре с регистратором можно внести изменения, например, в состав учредителей компании, и потом учредители в один прекрасный день могут обнаружить, что они уже не учредители компании. Все эти данные, они защищены очень надеянно, и на это есть соответственный сертификат Держспецзвязку. Кто будет компенсировать потери? И будет ли кто-то в этом случае компенсировать потери предпринимателям? Государственный реестр юридических и физических лиц. Насколько защищен бизнес? Обсуждаем с представителем Министерства юстиции. Гость студии. Андрей Николаевич Реун. Заместитель директора Департамента государственной регистрации и нотариата. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что посетили нашу программу. Сегодняшний наш эфир посвящен теме безопасности бизнеса. Мы говорим прежде всего о той безопасности, которая связана с базами данными, с доступом к личной информации, к доступам информации о бизнесе. На сегодняшний день вся информация, будь то о юридических лицах или о физических лицах предпринимателях, хранится в государственных реестрах. Можете нам сказать, что из себя представляет эта система и насколько она защищена? Насколько бизнес может быть спокоен, что та информация, которая передана Министерству юстиции в базах данных, находится под защитой и к ней не имеют доступа лица, которые могут воспользоваться ею не в правомерных целях? Думаю, var ли. У нас есть два базовых реестри, которые сейчас являются главными. Это 1 wall St. Ре斯. Рествующий scales прав на неравном месте, где разместится информация про неравном месте всех юридических людей. И второй, это единственный реестр юридических и физических и предприятий, где находится вся информация о всех юридических и предприятиях. Но сейчас эти данные, одна из многих стран страны, яка эти данные открыла для перегляда. То есть, любая человек может зайти в соответствующий кабинет и получать эти данные, например, про властность, которая принадлежит конкретной физической особы. Або, например, вбивши прізвищами по-батьковой конкретной особи, дізнаться, чи зареєстрована она как физическая особа-підприятия. Однако, все эти данные защищены очень надеянно, и на это есть соответствующий сертификат Держспецзвязка. Не заживаясь на то, что очень много есть в ЗМИ, а в каких-то тверждениях высокопозадовцев, что реестри сломаны, на самом деле, ни одного раза сломанного реестра зафиксировано не было. Что, на самом деле, происходило, это певные незаконные действия злочинцев, которые, надававши Державному реестратору подробные документы, возможно, даже с помощью Державного реестратора, смогли внести изменения в этих реестри. Но такие случаи после принятия интервью закону с 2 апреля минулого года, они суттєво уменьшились, оскільки набагато ускладнилась сама процедура внесения таких изменений. Были проведены певные обязательства, как, например, для того, чтобы изменить директора, например, юридические особи, необходимо, чтобы подписи участников на протоколе были освидетены нотариально. Для того, чтобы, так сказать, вивезти физическую особу из склада засновников, необходимо нотариально посвящена ее заявка про выход. Там были и другие пропозиции, более радикальные, как, например, посвящены нотариально все договоры о отчужении корпоративных прав. Но члены рабочей группы не согласились с такой пропозицией, оскільки нотариально посвящение правовочного, оно, вимагает, по-перше, твого часа, а, по-друге, есть государственная мета в размере 1% от сумки договора. То есть для бизнеса это было бы намного более накладнейшее, чем просто засвідчивать подписи на соответствующих решениях вищих органах управления юридической особи. Знову повторюсь, что зламу реєстров не было. Зміну туди внести может только государственный реєстратор. На подставе документов, которые он должен, по-перше, переверить, пересвичитись в том, что они соответствуют вимогам законодательства, пересвичитись в том, что они належными и достатными для проведения соответствующих реєстрационных действий. Андрей Николаевич, я правильно понимаю, что если, допустим, человек владеет предприятием, то вот эти вот истории, которые сейчас очень массово обсуждаются, и в сети обсуждаются, и предприниматели, они говорят о том, что на сегодняшний день при сговоре с регистратором можно внести изменения, например, в состав учредителей компаний, и потом учредители в один прекрасный день могут обнаружить, что они уже не учредители компании. То есть есть на рынке достаточно высокий уровень недоверия к этим реестрам, и, на мой взгляд, мы и не владеем достаточной мере информации, и определенный, ну, наверное, еще учитывая то, что мы все с вами проживаем на постсоветском пространстве, и доверие к органам юстиции у нас, наверное, генетически не совсем, скажем так, лояльное. Поэтому мне кажется, что все-таки Министерство юстиции должно вести разъяснительную работу, потому что на самом деле слухов, очень много, и что из них действительно правда, а что из них уже домыслы, мы не знаем, потому что очень много разговоров ходит и по поводу реестра земли, и по поводу реестра юридических осіб. Могли бы вы прокомментировать вот этот момент? Так, могу прокомментировать. Давайте поговорим о мове статистике. Министерство юридических осіб. 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 тогда проводится арестрационная деятельность на основе неправильных документов. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, если, допустим, произошел вот такой вот редкий случай, потому что на самом деле таких обращений и таких историй мы слышали много, но у меня ни разу на руках не было, скажем так, подтверждения этой истории. И, честно говоря, я всегда думала, что во многом это домыслы, пока мне просто в нашу программу не обратился человек с конкретной ситуацией. На сегодняшний день получается такая ситуация, что только, готовя к сдаче отчетности за четвертый квартал, он узнал, что ему по меня изменили адрес. И вот на сегодняшний день на предприятии, это физичная особая предприемец, в какой-то мере начался коллапс. Он вообще просто не понимает, куда ему идти, что ему теперь делать, как ему сдавать отчет, куда ему платить налоги, что в этом случае конкретно пошагово нужно делать. Для этого есть алгоритм, который действительно используют наши граждане или даже инвесторы, которые пострадали от таких неправомерных действий и злочинцев, и реестраторов, которые, возможно, были введены в ОМАН, или действительно брали участие в этом злочине. Первое, что необходимо сделать, это вернуться до правоохранных органов, сообщить им про злочин. В свою очередь, правоохранные органы могут еще вернуться до суду и заборонить любые реестрационные действия до того момента, пока злочин не будет расследований, доведен до конца. Для чего это делается? Для того, чтобы, например, если это была квартира или корпоративные права, чтобы их не можно было перепродать и переестрироваться в подальшем. Следующий крок может быть або подача скарги до Министерства юстиции в Украине, оскільки Министерство юстиции зараз надеяло на повноважение, мы должны расследовать скарги на действия государственных регистраторов, и это именно действия про государственную регистрацию. Вот то, что вы скажете, например, сменили або местознаходжение, або сменили склад засновников, або сменили директора в юридичной особе. И на такие аристаційные действия скарги расследует Министерство юстиции. Цей механизм уже довел свою эффективность, оскільки это набагато швидше, и занимает в среднем 30 дней. Иногда, возможно, даже швидше. Аболь альтернативой, вместо вернения до Минюсту, возможно, вернуться до суду. Но суды сейчас, мы знаем ситуацию, что они перевантажены, в некоторых судах нет полного состава судов, поэтому это может занять очень много времени. Поэтому я бы рад, что именно такие алгоритмы. Вернение до правоохоронных органов, попросить их, чтобы они вернулись до суду, наклали заборону на реестрационные действия и подать скаргу до Министерства. Если мы разлетаем випадок изменения места находки, то здесь, конечно, более эффективно будет вернуть это место места находки, и выиграть всю реестрационную действию. Обязательно необходимо, снова же таки, вернуться до правоохоронных органов, потом вернуться до Минюсту. Минюст может або скасовать всю реестрационную действию, або, если, например, Минюст відмовил, оскільки иногда бывают випадки, что просто принесли там реестратору подробные документы, а там, ну, они, так, идеальны, и может не найтися подстав для скасования такой реестрационной действии, оскільки подробка – это компетенция правоохоронных органов. В таком случае, эта физическая особа-предприниматель может подать документы до государственного реестратора, но уже в межах тієї области, на которой ее было переорегестровано, про изменение места находки на попереднее. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, в этом случае, как предпринимателю платить налоги? Как ему сдавать отчетность? И самое главное, что интересует нас всех в ситуации серьезной конкурентной борьбы на рынке, кто будет компенсировать потери? И будет ли кто-то в этом случае компенсировать потери предпринимателю? Давайте по порядку. Первое, стосовно подачи звітностей, это, мабуть, краще питание задать до податковой инспекции, оскільки есть определенные правила. Если не помыли, если происходит изменение места находки, то до конца года сплачутся податки за предыдущие места находки, а потом уже за новое. Но это нужно уточнить, не принимайте за 100% рекомендацию або правило стосовно подачи податковой инспекции. Первое. Другое, кто будет отшкодовывать шкоду? Конечно, шкоду должны отшкодовывать злочинцы. А если будет установлено, что государственный регистратор был в злове за злочинцами, то также можно подать позов к нему про отшкодование заданных вбитков. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сейчас очень многие предприниматели говорят о том, что это незначительные какие-то изменения, которые проводятся, и проводятся они с одной целью, для того, чтобы предприятия или предпринимателя на какое-то время выкинуть с рынка. То есть это стало методом конкурентной борьбы. И вот та ситуация, которая попала к нам в руки, она показывает, что в принципе да, может быть, серьезных каких-то последствий это нести и не будет, но человек может и 2, и 3, и 4 месяца не иметь возможности работать. И я могу сказать, что мы встречали такую информацию, что в регионах просто одно кафе, таким образом конкурируют с другим. То есть почему это происходит? И можно ли как-то это решить? Потому что все-таки, ну это очень серьезный вопрос. Ну, смотрите, против злочинцев, ну, действительно, таких запобежников, если злочинцы принесли подробные документы, державный арестратор их принял, ну, очень сложно вжить каких-то негайных и миттево-действительных средств. Что сделал в этом направлении Минюст? Это, разработавши интерьерский законопроект, было предъявлено источное увеличение криминально-адміністративной ответственности для державных арестраторов. Например, если будет установлено, что державный арестратор был в змеи, и это принесло за собой тяжкие последствия для постраждающих людей, то арестратор может потрапить до вязницы до 8 лет увязнений, передбачається термін. Поэтому, с одного боку, это посиление для них, для них, для державных арестраторов, а также для осіб, которые подают эти подробки. Это было предъявлено в законе. Следующая проблема в том, что не все знают, что на такие арестрационные действия можно подавать скарги до Министерства и института. Если была незаконная переарестрация, то алгоритмы такие, чтобы было все по черзе. Правоохоронные органы, они нехай обратятся до суду за оборону, если это были корпоративные права, если это была изменена местознаходжения, это, возможно, и не очень доценно. И следующая дия – это скарга до Министерства. До скарги есть соответствующие требования, они передбачены в соответствующих профильных законах. Если это мова идет о нерухомости, это статья 37. Если это мова про бизнес, это статья 34 законно про державную регистрацию юридических людей, физических людей, предпринимателей и общественных формований. Андрей Николаевич, одна из проблем, которые я выяснила, в этом всем вижу, это достаточно, скажем так, усложненный процесс поиска правды в этих ситуациях. Потому что, когда мы проходили вот эти вот этапы, я могу сказать, что этим вопросом, когда предприниматель к нам обратился, занимался сам предприниматель, занимается бухгалтерская компания, которая его обслуживает лично, директор в этом участвует, занимается бухгалтер этой компании, занимаюсь я. И вот мы вот все пытаемся вот это столкнуть с места. И мы обратились и в Минюст, мы обратились и в прокуратуру, мы составили заявление, мы привлекли юриста. Но, понимаете, это, скажем так, не совсем типичная ситуация для предпринимателей. У нас далеко не все предприниматели могут обратиться, не всем ведут бухгалтерию, нанятые компании, не все могут позвонить там в информационное агентство и сказать, «Ребята, у меня такая ситуация, давайте вы подключитесь, вот все-таки СМИ». Вам не кажется, что вот с одной стороны достаточно сложная процедура, с другой стороны надо понимать, что не все люди в состоянии проходить такие этапы, и что все-таки разъяснительной работы очень мало. И, наверное, в том, что уровень недоверия и вот эти вот слухи, которые постоянно находятся и тиражируются на этом рынке, ну, все-таки с этим надо что-то делать. Потому что мне кажется, что одна из причин, почему регистраторы не совсем ответственные, ну, я вам скажу честно, вот мы в Мариуполе пришли к регистратору по месту прописки чека, которому поменяли место жительства, то нас просто выгнали. Ну, я считаю, что это недопустимая вещь. Мы долго ей пытались объяснить, что мы налогоплательщики, понимаете? Не важно, можешь ты помочь, не можешь, компетентно ты, некомпетентно. Перед тобой стоят налогоплательщики. Я считаю, что уровень, конечно, на местах, ну, сотрудников Министерства юстиции, ну, это просто никуда не годится. Дивите, давайте трошкички по порядку. Вы пришли к державному регистратору, но сейчас державные регистраторы в сферу органов юстиции не входят. Эти повноважения были переданы уже на местах. Мы не знали, извините, извините, тогда это... Те, что вы пришли к державному регистратору, это вы, мабуть, пришли або в Министерскую раду, або в Держадміністрацию, это их компетенция. Звичайно, я считаю, что такой недопустимый, потому что там были какие-то порушения. По-перше, и сам регистратор должен был объяснить, что произошло там, и его руководство должен взять всю участь. Это действительно больше вопросов для них. Стоит, что я работаю в Министерстве юстиции, я и больше вижу, чем граждане. Но все должны знать, что если произошли какие-то изменения в регистраторе, первое, что они могут сделать и получать детальную консультацию, это просто обратиться к соответствующему управлению, территориальному управлению юстиции в области, в которой они живут. С государственными регистрами понятно, вы достаточно подробно нам все объяснили. Я вас услышала, что предприниматели, бизнесмены могут быть спокойны, никаких серьезных действий, безнаказанных, с базами данных никто вести не может. Стосовно защиту тех знаменитых, которые есть в регистрах, то могу полностью сказать, что ничего не нужно предпринимателям делать, насколько эти регистры очень защищены, и изломов их никогда не было. Все, что случилось, это, возможно, не возможно, все, что случилось, что это был излом регистров, это просто неправомирные действия, реестрационные, за помощью государственного регистратора, або подробных документов, и снова же таки, с использованием этого государственного регистратора. Еще хотелось также обратить внимание, что, что сделал Минюд в том плане, чтобы эти регистры были более защищены, и не было там каких-то неправомирных втручаний. Это также в интернер-регистическом законе было регулировано, внесли изменения до статтей 5 закону про электронный цифровый подпис, где обязали всех государственных регистраторов использовать исключительно защищенные носии электронного подписа. Цей захищенный носий, он просто унеможливлющее считывание информации отдалено из этого носия, и поэтому, грубо говоря, не может быть вкраден этот электронный подпис и использовано потом как регистратор. Оскільки были заявления, они в прессе лунали, что у какого-то нотариуса там вкрали его ключ и не робили юрисационные действия, а он про это все не знал. Это питание также закрыто сейчас через эти захищенные носии. Хорошо, спасибо вам большое за разъяснительную работу. Я буду рада, если вы будете чаще появляться и рассказывать нам, как бизнесу себя обезопасить. Спасибо большое. В следующих выпусках программы тема безопасности бизнеса будет продолжена, и мы поговорим о банковской безопасности и IT-безопасности. Субтитры подогнал «Симон»